История сегодняшнего известного на всю планету межконтинентального кубка по вольной борьбе впервые стартовала в 1999 году. Он пришел на смену мемориала Шамиля Умаханова, который на протяжении десятка лет проходил на открытой арене стадиона «Спартак», который носит имя памяти министра спорта Республики Дагестан Арсена Муртазалиева, человека, который являлся одним из главных помощников в деле становления этого легендарного и знаменитого для каждого борца турнира. Очень много известных борцов ушли из жизни по-разному. Как бы неправильно было память одного дагестанца проводить такой сегодня международный турнир, и они все были нам братья и близкие. И мы приняли решение, что память всех наших великих борцов в этот турнир посетить имя память имя. Приезжают сюда все турнир, спортсмены, которые оспариваются со всего мира. Я думаю, что организационные вопросы, конечно, здесь супер, вопросов нету, но объективность есть очень хорошая. Потом даже говорить, что неправильно, недостаточно в таком уровне. Здесь ничего, этот турнир супер класса, все знают, все приезжают. Для этого руководством города проводится колоссальная работа. Поддержка спортсменов – один из главных приоритетов для имиджа Хасавюрта. Ведь не случайно в народе наш город называют «меккой вольной борьбы». Все видеоматериалы, которые использованы в данном короткометражном сюжете, взяты из архива телеканала «Гелиос», а также на просторах интернета. Ведь об этом турнире говорят везде и всюду. Гостей всегда принимают с почетом и радушием. Хасавюрт всегда был и остается не только самым спортивным городом в республике, но и островком политической и экономической стабильности на Зеверном Кавказе. Конечно, наибольшую известность Хасавюрт получил благодаря успехам наших спортсменов. А завоеванным медалям на чемпионатах, первенствах континентов, мира олимпийских игр, медалям наш город отбежает многие спортивные державы. Девять раз звучал гимн России в честь победителей и призеров Олимпиады Касавюрта. Десятки раз это происходило на чемпионатах мира и Европы. В 18 лет я проводил этот международный турнир со всеми друзьями, праздничными ее проведениями. Я хочу пожелать дальнейшим меру города, чтобы он продолжил там жить, и чтобы наши друзья встречались на этих соревнованиях. У нас в Касавюрте есть. Эти соревнования нам подарили сейчас олимпийский чемпион в этом городе. Я уверен, что в дальнейшем еще больше подарок. Каждый год дворец спорта имени Гамида Гамидова заполнен. И приходят, кстати, поболеть не только любители спорта, но и представительницы прекрасного пола, чтобы лицезреть концертную программу, подготовленную хореографическими ансамблями неотразимые номера на церемонии открытия, которые совершенствуют с каждым годом. Касавюрте приехали команды США, Польши, Турции, Казахстаном, Азербайджана, Украины, Грузии, Бразилии, Белоруссии, Македонии, а также из ближайших республик и других регионов России. Солидно представлена команда Дагестана. За нее выступают многие ведущие борцы республики. С каждым годом количество участников растет, география расширяется, а это говорит о том, что гостеприимство здесь на первом месте. Это восьмой турнир межконтинентального кубка. Хасавюрт имеет богатый опыт проведения подобного рода мероприятий. Наша задача не снижать высокий организационный уровень и подарить как горожанам, так и всей республике яркий спортивный праздник. Призовой фонд в каждой из восьми весовых категорий составляет 400 тысяч рублей. Из них 150 тысяч полагается победителю, 100 и 50 тысяч соответственно второму и третьим призерам, а также 50 тысяч тренеру-чемпиона. Мы, хасавюртовцы, желаем вам участникам удачи и успехов на восьмом межконтинентальном кубке по вольной борьбе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok